35 градусов в тени, 35 градусов, сейчас пойдем посмотрим что у нас в доме, а в доме у нас 24, термометр показывает, это у меня кто первый раз смотрит, самодельный тепловой насос, очень хорошее и самое дешевое отопление, которое есть на сегодняшний день, но сейчас не об этом, кстати ссылку на тепловой насос я оставлю тоже в описании под видео, смотрите как сделать его, там все-все-все это есть, очень классное отопление, вот и вот этот термометр показывает у меня сейчас температуру в доме, точнее в теплоаккумуляторе, водяном теплоаккумуляторе, который стоит в доме, я даже специально включил циркуляционный насос, чтобы он прокачал по системе и так сказать показало среднюю мне температуру в доме, так сейчас пойдем еще посмотрим в доме на термометре, всем привет с вами Игорь, итак сегодня я таки расскажу, почему вот такое у меня в доме прохладно настолько, без всякого охлаждения, без кондиционера, тепловой насос у меня кстати работает только на отопление, на нагрев, на охлаждение там, ну можно его сделать и на охлаждение, там добавив некоторые детали незначительные, но мне это не нужно, потому что у меня в доме вот так вот прохладно достаточно, даже вот в такую жару уже неделю у нас держится вот такая вот жара, за 30, там 35 до 40 бывает, ну вообще невозможно, а в доме у меня вот 23, кстати вот еще обещал показать вот этот термометр опять, 23, даже 23, тот показывал 24, этот 23, не знаю, будет видно, по-моему, о, видите, да, вот такая у меня температура в доме, вот, я считаю, что это совсем не жарко, и сегодня я объясню, почему так происходит, всем интересно, у меня спрашивали, даже многие не верят, что такая вот может быть температура в доме, если на улице такая жарища неимоверная, почему так происходит, но на это есть несколько причин, вот почему в моем случае именно вот так вот, во-первых, дом должен быть очень хорошо утепленный, у меня он достаточно хорошо утепленный, стены все обклеены пенопластом, 50 миллиметров толщиной, 25 плотности, потолок засыпан опилками, таким приличным слоем, но я еще туда насыплю опилок, это очень важно, кстати, потолок очень хорошо утеплить, чтобы вот именно от чердака не шло вот это вот, жара, тепло, потому что на чердаке у меня сейчас, там коллектор, я трубу снял с него, с коллектора солнечного, то у меня там термометр висит, как бы на чердаке, то на чердаке у меня сейчас плюс 40 даже, так вот, так что на чердаке очень, и вот эту вот температуру очень важно изолировать от дома, потому что от чердака может очень сильно нагреваться потолок, и также воздух в доме, поэтому важно утеплить не только стены, но и потолок, вот, вот это вот самая первая причина, почему у меня прохладно в доме, вторая причина, у меня весь дом обсажен деревьями со всех сторон, вот, они как бы тенят, они тенят с южной стороны, они тенят с западной, с восточной стороны они тенят, то есть, где бы ни было солнца, у меня всегда падает тень, или на стены, или на шифер, на крышу, это тоже очень немаловажный момент, это, наверное, второй по важности момент после утепленности дома, после утепленности, то есть, первая это утепленность, вот, которая нам дает зимой тепло, летом прохладу, а вот этот второй момент, это зелень, то есть, должно быть обязательно, обязательно, вот это вот строительство, наша архитектура, да, совмещена быть гармонически с зеленой архитектурой, так называемой, ну, так ее называют, да, зеленой архитектурой, то есть, вот эти вот две виды, два вида архитектуры, каменная и зеленая, они должны гармонически дополнять один от другой, вот это, чтобы в доме было прохладно, О, еще вот, кстати, что я заметил, пока у меня деревья были маленькие на участке, они не защищали дом от ветра. И когда были сильные ветра, они у нас часто бывают, то прямо крыша там аж гудела, свистела и скрипела. Даже я так подозревал, что она улетит от этого ветра. Как только деревья поднялись, я теперь просто слышу шум деревьев. Крыша, вообще никаких звуков, вообще. То есть деревья берут на себя вот этот вот первый удар ветра и защищают от солнца. Обязательно, обязательно садите вокруг дома деревья, кусты, продумайте это все хорошенько, так, чтобы оно было нормально, там не мешало. Ну, зимой оно, в принципе, свету мешать не будет, потому что листья упадут и все, и свет у вас будет в окна проникать. Хотя у меня вот сейчас вот, я сижу возле сейчас южного окна, вот, и сейчас вот светит солнце, вот, ну, тут есть небольшие деревья, но они так сильно не тянят. Но все равно вот в доме, видите, достаточно прохладно, я считаю, 23 градуса, это совсем не жарко. Так, следующий момент, ну, это еще на этапе строительства, наверное, вот, старайтесь, если вы будете строиться, планируете строиться, не поднимать высоко фундамент. Это не нужно, это совершенно, абсолютно ненужный момент, вот этот вот высокий фундамент. Чем дальше дом от земли, тем он дальше от температуры земли, то есть зимой это тепло, ну, что температура земли зимой, она, ну, например, у меня плюс 11, вот, а летом от земли идет прохлада. Поэтому вот эти вот фундаменты по полтора метра, ну, я считаю, это лишняя, это глупость какая-то, это, ну, не нужно, это совершенно. У меня фундамент сантиметров 40-50, по-моему, это максимум, ну, больше и не надо, вот, и это, мне это нравится, я думаю, что от этого тоже очень сильно зависит вот эта вот прохлада, которая идет от земли. Вот, ну, какие еще моменты, ну, насчет, это я сказал, насчет домов частных, вот, в селе, там частный сектор, тут можно много это сделать, утепление, правильное планирование, обсаживание деревьями домов, то есть притенение зеленью наших домов, вот, невысокий фундамент, да, что еще, ну, насчет, да, насчет квартир, ну, тут насчет квартир, конечно, очень сложно, там без кондиционера не обойтись, но, можно, кстати, если вы живете в квартире, можно наклеить на стекло, на стекло, вот эту вот пленку есть такая, пленка фольга, там чуть-чуть смачивается стекло, оконное, чуть-чуть водичкой, так, и она приклеивается, значит, за счет воды, за счет связки молекул воды, вот, так сказать, оно приклеивается, и оно, как бы, отражает солнечный свет, ну, да, будет темно, конечно, в доме, вот, в квартире, ну, хотя бы так, ну, что, просто закрыть шторы, ничего не получится, шторы внутри, как бы, получается, квартиры, шторы нагреваются от солнца все равно, и так же само отдают тепло в дом, поэтому, просто, а вот эта фольга, я думаю, на стеклах, она немного поможет вам снизить температуру в квартире, чтобы так оно не нагревалось, вот, ну, вот это вот, что я хотел сказать, показать, вот, и еще, сейчас пойдем посмотрим, это будет гвоздь программы, так сказать, какая у меня температура в гараже, ну, это вы вообще сейчас, сейчас упадете, а, еще, еще забыл один момент сказать, в такую жару не открывайте окна и двери днем, ну, то есть, старайтесь их открывать окна на проветривание ночью, чтобы холодный воздух, потому что днем, это, ну, это очень жарко, вы только еще больше прогреете, я вот так и делаю, я открываю на ночь свою форточку, там, и не одну даже, вот, и ночная прохлада, она, как бы, днем, не надо открывать, вот, поэтому, ну, будет еще хуже, хотя, в квартире там, наверное, все равно, там, чтобы не задохнуться, там, надо круглосуточно их остыть, и так, идем смотреть, какую температуру в гараже у меня, так, а в гараже у меня, сейчас посмотрим, градусник уже остыл, и сейчас у нас здесь, вот, уже 20, нет, 19, да, 19 градусов, вот так вот, товарищи, кстати, гараж у меня пристроенный, как бы, к дому, вот эта вот стена, вот эта вот, она соседняя с домом, одна общая, вот, поэтому, получается, что, как бы, гараж притеняет дом, дом притеняет гараж, ну, тут окон, кстати, нет в гараже у меня, вот, это тоже очень хорошо, вот я тут сюда только что зашел, вот, ну, как бы, как аж в подвал зашел с этой жары, на улице сейчас за 35, можно сказать, а тут вот меньше 20, ну, это вообще классно, ну, ладненько, вот такое вот сегодня видео получилось, пишите, что вы об этом думаете, комментарии свои, спрашивайте, если что-то не сказал, что-то непонятно, всем пока, до следующих видео!